Ну вот, костер разжег. Пойдемте, я вам покажу. Давной фазендум разрабатываем четвертый год, как память мне не изменяет. Осталось сделать лесовой забор и залить все в бетон. Значит, здесь у нас в первую очередь, когда ничего здесь не было, поставили теплицу легенда. Личная страница у нас есть, когда здесь поле было. Потом грядки, грядки. Тут у нас стоит вагончик. Я его сам лично делал на работе, с работниками вместе. Беседка, там летний душ, из теплицы сарай под инструмент. Здесь у нас скважина, тоже из теплицы сделана, пока все временно здесь дом будет. И там туалет стоит. в бочку. Здесь баня, большая, 8 на 8. Под усадку она сделана. Идем дальше, пока светло расскажу. Здесь грядки, много-много грядок, цветов. Стоит легенда. Она, все спрашивают, хотя тоже такую же, все спрашивают, 3 на 11. То есть два отделения, 3 на 4 справа слева и дверь по центру. Очень удобная, я вам скажу. И хозблок сразу же. Есть куда емкости поставить. И правильно расположить грядки. Эта сторона лицевая стекло, все остальное поликарбон. То есть крыша и задняя стена и торцы поликарбон. Видите, как красиво все вымыли. Теплицы моем осенью и весной. Два раза. В основном осенью капитально. Значит одно отделение. Здесь дверь двухстворчатая. Мы здесь бывает экспериментируем, раннюю рассаду садим, так как здесь закопан обогрев для грядок, чтобы было теплее. И здесь южная сторона. Вот это все. Здесь закопан обогрев грядок. Провода торчат. Вот эти грядки греются. Не этот. Вот эти грядки греются все. Такие аккуратные грядки, видите. С этой стороны я залил бетоном все. С утепления пеноплекс положил и залил бетоном. И грядки все утеплены. Они как в корыте, видите, глубиной 60 сантиметров. Здесь плитка, тоже первый песок отсек. Полив. Здесь тоже плитка. И такие же грядки. Здесь уже без обогрева, просто капельный полив. Ну и все. Автоматическое проветривание везде. Форточки сами открываются. Закрывается свет. Заведем в теплицу. Емкости 2 по 500. Как раз хватает, если на неделю здесь 500. Здесь. В этом году я их обвязал вместе. Вот под капельный полив идет. И завел воду с клапана. То есть бочки вода уменьшается. Вода автоматически набирается. Вот она пошла. Здесь тоже крайне холодная вода если набрать. Идем дальше. Вот эти бомбы мы тоже делаем. Вот грядки стоят. Вот многие спрашивали. Видите, как их распер. То есть мы ребру жесткости дали. Вот здесь, да? А здесь вот они, видите, немножко. Их бывает зимой распираешь. Потом мы их просто весной раз подпер. Или надо сделать стяжку дополнительную. Это высокие грядки если. Идем дальше. Это стоит у нас уже второй год экспериментально. Никак не могу запустить подъемные крыши с большой. На автоматах вот эта крыша полностью. Все она поднимается автоматически. Чик-чик-чик-чик. И все. Когда у нас не бывает. Здесь у нас стоит легенда. Два с половиной. Самые у нас все первые. Все экспериментально. Все доводим до ума. И потом уже клиентам на самое первое. Даже со сдвижной крышей. Со съемной. Которой практически мы не пользуемся. Вот видите. Порточный блок на автоматах. Поднял ее на брусье. Так как мы ее испытывали зимой. Здесь зиму одну растили. Все. Ездили сюда. Она светилась тут круглосуточно. На весь коттеджный поселок. На брусье. И так красиво ее обшил под кирпич. Чтобы красиво. Видите как было. А если с коричневым цветом сделать, как сейчас сделаем, вообще будет красота неописуемая. Вот. И дверь получается опущена. Видите? Сюда вот. Вот опущена. Вот так и красиво получилось. Еще одна теплица стоит в этом году. Девочки мои замучили. Поставил арочную. Полтора метра шириной. Под баклажаны. В общем под какие-то их культуры. С одной стороны дверь купе стоит. Так как место некуда открывать. А с другой стороны дверь на автоматах. Вот. Такая шестиметровая стоит на испытаниях. Еще сто лет ей. Уже восемь лет она лежала на складе. Ржавая. Не ржавая, а зеленая. Еще из черной трубы. Поставил себе. Также здесь стоят подставки, которые мы тоже делаем. Под емкость. Но обшил ее профристом из того, что как обычно на стройке пока что было. Обошьем потом в красивое что-нибудь. Или в сайдинг. Или тоже под кирпич. Ну или блокхаусом. Потом видно будет. И здесь выведен как бы летний душ. Ноги мыть. Вот такой. Здесь шторка висела. Вот такая вот мыльница. Просто уличная. Если помыться. Также здесь установлено. Сам покажу сейчас. Мы его под сарай сделали. Видите? Вот он основание. Вот эта под емкость. Вон там разводка пошла. Также он автоматически набирается. Видите? Трубы идут. Автоматически там клапан. Клапан понизился как в унитазе. Вон вода пошла. Клапан поднялся. Вода выключилась. Тут разводка на газон. На полив. Идет уже. Все это продувается. На зиму все это выдувается. Вода все продута. И стоит также у нас здесь шпалера под малинник. Здесь малинник будет. Ну и здесь посадили. Это вишня. Это яблоня, яблоня, яблоня. И ель голубая. Красивая. Если кто в Еходинбурге живет, дадим контакты. Без переплат напрямую с лесхоза. Вот эта елка нам обошлась в 2000 рублей. Что-то такое. А в питомниках, у кого там ландшафт, в общем, кто перепродает, у них она под 10. От 8 до 15 тысяч. Некоторые даже за 20 продают. Ну, как клиентов, знаете, окучить. По-честному. Поэтому, если надо, дадим контакт. Приобретете. Такая красивая елочка голубая. Ну, здесь мы строим баню. Поэтому вот такая у нас. И здесь оставили. Сосинок две. Вот не знаю, какой из них срубить. Вот эту, наверное, мы срубим лишнюю. Выкопаем, то есть не срубим, выкопаем. А то оставим, будем наряжать ее. Ну что, вы решили щебенку раскидать? Да? Да, да, да. А, круто, круто. А снег-то зачем вы чистите? Газон? А, еще самое интересное, газон. Здесь у нас красивый газон. Кто же из лета мучился где? С проплешиной. Ну, я его сделал. Вот. Такая вот здесь красота, кто видел. Фотки выкладывал. Не успел подстричь, представляете? Мороз ударил. И времени не было. Еще со спиной прибылел. Юля, что-то там. Юля, ты что делаешь-то? Я хочу залезть. Зачем? Лестницу бери и ставь и есть. Лезь. Ну, в общем, вот так вот. Пошел я. Сейчас угли подкину и будем шашлаки жарить. Спасибо огромное, что нас посмотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на нас. Спасибо огромное. Всем пока-пока. Слушаем и наслаждаемся. Слушаем и наслаждаемся.